МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкиной. И сегодня в нашей программе. С чего начинается Родина? На заседании Совета ПФО в Казани обсуждали патриотическое воспитание молодежи. От курятника до прилавка. На Ишакском рынке пошли навстречу селянам. Новые горизонты. Национальное телевидение теперь в Урнарах. ЧП на Волге. Трое марийских рыбаков чуть не утонули в субботу в районе базы отдыха «Ландыш». Выехав на машине на тонкий лед, что категорически запрещено, они почувствовали, что автомобиль идет на дно. К счастью, им удалось выпрыгнуть, а ВАЗ 99-й потом вытаскивали спасателя. Сотрудники МЧС напоминают, что выезд на автомобили на лед запрещенный может закончиться трагически. Особенно опасно находиться в запретной зоне Чебоксарской ГЭС, где из-за постоянного перепада уровня воды лед здесь нестабилен, в любой момент может начать движение. Ситуация в нынешнем сезоне усугубляется оттепелью. Между тем, при плюсовой температуре, которая держится более трех дней к ряду, прочность льда снижается на четверть. Вероятность провала при таких условиях, говорят специалисты, в 10 раз выше, чем при устойчивом многодневном морозе. Строительство новых объектов, реконструкция старых, электрификация улиц и ценовая политика. Экономическая обстановка в целом по республике. Некоторые итоги уходящего года подвели на еженедельные планерки в Доме правительства. Результат реализации республиканской инвестиционной программы налицо. В ее рамках за год введены в эксплуатацию 6 детских садов, 23 фейшерско-акушерских пункта. Готовится к сдаче Чебоксарский ледовый дворец. Однако по-прежнему остаются объекты, срок сдачи которых под вопросом. Это дошкольно-образовательное учреждение поселка городского типа Урнары. Процент освоения сегодня 55. По реконструкции зданий муниципального образования в Канажском районе, деревне Средней Татмыши, освоение 88%. Здесь остаток небольшой 1,4 миллиона рублей. Госзаказчик Минкультуры по этнической Чувашии 16%. Хуже обстоят дела с реализацией проектов, курируемых Министерством строительства Чувашии. Однако, по словам министра строительства республики, процесс затягивается только из-за бумажной волокиты. Строительство полностью завершено на всех 223 объектов. Из 21 миллиона освоено было 4, поэтому составляет такой небольшой процент. В пятницу уже на оставшиеся объекты 11 миллионов заявка для перечисления средств подана. И до среды еще 6 миллионов. То есть 17 миллионов, которые на сегодняшний день пока не освоены, они полностью будут освоены в течение трех дней. Михаил Игнатьев поручил уполномоченным ведомствам завершить сдачу финансовой отчетной документации по уже построенным объектам к 29 декабря. На Новый год во всех домах должно быть электричество, чтобы каждый мог зажечь звезду на елке, отметил глава республики. На совещании также обсудили ситуацию со страховыми взносами по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. В 2014 году в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации по Чувашской республике поступило 15,6 миллиардов рублей доходов. Однако по-прежнему остается большая задолженность – почти полтора миллиарда рублей, из которых 110,5 миллионов на совести волжской текстильной компании, группы компаний «САВА». Михаил Игнатьев попросил членов правительства контролировать вопрос перечисления взносов в подведомственных учреждениях и предприятиях. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. Руководитель Россотрудничества Константин Косачев приехал в Чувашию, чтобы обсудить итоги совместной работы и новые проекты. Глава Чувашия Михаил Игнатьев отметил, за это время удалось сделать очень много в плане гуманитарного сотрудничества, в частности, межвузовского обмена. Константин Косачев, в свою очередь, признался, что по-прежнему сохраняет особое отношение к Чувашии и считает ее второй родиной. Я счастлив, что могу быть полезен в чем-то Чувашской республике, ее народу. Я, только начиная свою деятельность на посту главы Россотрудничества, сразу же выступил с этой инициативой перевода отношений между агентством и республикой на договорные начала. Мы действительно не просто подписали соглашение, но все это время его последовательно реализовывали. И могу вам сказать, что далеко не со всеми субъектами федерации у нас такие соглашения имеются. Но тоже приходится признаться, что не везде, где эти соглашения имеются, они работают. Вот в случае с Чувашской республикой, это совершенно конкретная работа. Она связана с продвижением интересов Чувашской республики за рубежом, информацией о Чувашской республике, о промышленном потенциале, о культуре, об истории, о состоянии науки, образования. Все это в комплексе, неотъемлемая часть нашей работы. И вам действительно огромное спасибо и низкий поклон за то, что можно было опереться на... И сейчас по-прежнему есть возможность опереться на потенциал Чувашской республики с тем, чтобы решать задачи, которые поставлены перед агентством. Михаил Игнатьев и Константин Косачев обсудили план совместной работы на 2015 год. Он предусматривает проведение на площадках представительств РОС-сотрудничества российских центров науки и культуры, презентации экономического, научно-образовательного и туристического потенциала Чуваши. Подбор направлений иностранных граждан и соотечественников на учебу в Чувашский государственный университет. Содействие в организации зарубежных гастролей, творческих коллективов, республики и другие мероприятия. И, как стало известно, после обеда Константин Косачев назначен сенатором Верхней палаты Федерального собрания России. Представлять он будет, разумеется, Чуваши. Напомним, до недавнего времени этот пост занимала Галина Николаева, сложившая полномочия по собственному желанию. Как воспитывать граждан и патриотов, а службу в армии сделать престижной? Задачи гражданско-патриотического воспитания молодежи обсудили на заседании Совета Приворска Федерального округа в Казани. В столицу Татарстана приехал полпред президента ФПФО Михаил Бабич, представители Министерства обороны, внутренних дел, спорта, страны МЧС России и других ведомств, а также главы субъектов округа, в том числе и глава Чувашии Михаил Гнатьев. Так встречали участников заседания в Казани в Республиканском центре спортивно-патриотической допризывной подготовки «Патриот». Рабочий день руководителей регионов ПФО и полпреда Михаила Бабича начался с посещения этого учебного заведения. Центр курирует работу кадетских школ региона, занимается углубленной подготовкой курсантов к военной службе. Вспомнить свои, возможно, уже забытые навыки, которые когда-то получили в армии, гости смогли с помощью специальных тренажеров, на которых обычно занимаются воспитанники. Так, оказывать первую помощь, курсанты учатся с помощью тренажера сердечно-легочной реанимации по имени Антон. А благодаря оптико-электронному стрелковому тренажеру учиться стрелять можно прямо в классе. Патроны не требуются, все абсолютно безопасно. Из центра «Патриот» участники отправились в ратушу на заседание совета. Началось оно с хорошей новости. Впервые с 1991 года в нашей стране создано Суворовское училище. Распоряжение уже подписано правительством. Располагаться училище будет в Пермском крае. И первые 240 курсантов примет уже в сентябре 2015-го. Сейчас в России, в частности в Приволжском федеральном округе, за военно-патриотическое воспитание взялись серьезно. Действуют специальные проекты, работают поисковые отряды, патриотические клубы, лагеря. И это своего рода компенсация за предыдущие годы, когда в этом направлении не дорабатывали, отметил Полпред. Если мы не работаем с нашей молодежью, значит с ней работают те силы, которые на наших глазах буквально за несколько месяцев раскачали ситуацию на Украине до гражданской войны, до такого гражданского противостояния. У нас очень хорошая молодежь, она любит свою страну, она патриотично настроена. Но только на лозунгах, только на призывах эту работу организовывать нельзя. По анализам специалистов общая вовлеченность граждан в системе патриотического воспитания 22%. А в нашем федеральном округе этот показатель достигает 48%. Предложений и примеров, как поднять его еще выше и объяснить молодежи, что быть патриотом не только носить георгиевскую ленту в День Победы и болеть за нашу сборную, поступило много. К примеру, в Самарской области к 70-летию Победы школьникам присвоят именно героев страны. Просветительский эффект налицо и отказны практически никаких вложений не требуется. Герой России Игорь Станкевич отметил, нынешние молодежи значительное время проводят в интернете, и там тоже стоит вести работу. К примеру, снимать и выкладывать в сеть фильмы о героях страны. Опыт показал, они и пользуются популярностью. Чуваши отметили за активную работу регионального отделения ДСААФ. Руководство республики также поблагодарили за помощь в проведении в Чебоксарах чемпионата мира по прошутному спорту. На сегодняшний день в каждом регионе Приворско-федерального округа, в том числе и в Чувашской республике, мы очень много делаем для того, чтобы, во-первых, наши молодые люди были сильны, смелыми, здоровыми, мужественными и могли всегда преодолевать трудности. У нас очень сильно развито тоже кадетское образование, кадетские классы, кадетские школы. Если в 2019 году 50 выпускников кадетских школ, кадетских классов поступали в высшие военные учреждения или высшие просто учреждения, которые при Министерстве обороны, то в этом году 182. То есть это почти в 4 раза больше. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы двигаемся по правильному направлению. Вот этот дух надо поднимать. Ольга Пыричкина, Андрей Спиридонов, Республика. Ситуация на потребительском рынке, переселение граждан из аварийного жилья, подготовка к полевым работам, эти и другие темы обсудили в режиме видеоконференции с главами администрации муниципальных районов и городских округов Республики. Продовольственный ажиотаж, как обычно, появляется в канун Нового года. Но в этот раз он больше напоминает времена советского дефицита. Люди скупают соль, сахар и крупы. И это происходит в то время, когда дефицита нет не только на эти товары, а в принципе. Некая продуктовая истерия началась в основном у тех людей, которые помнят времена, когда ничего не было. Подобный ажиотаж появился из-за волны слухов, связанных с поведением рубля. На рынках и в сетевых магазинах у нас также на прилавках присутствуют вся необходимая продукция. Да, сегодня цены повышаются, но повышение в основном на импортный продукт, связанное с импортным сырьем. Но наша республика аграрная, мы сегодня обладаем всем необходимым запасом для того, чтобы и до Нового года, и после Нового года у нас все прилавки были наполнены. Поэтому для населения не нужно поддаваться какой-то панике, не нужно думать о том, чтобы продукты исчезнут у нас в прилавках. Все будет нормально, и республика, и власть держат ситуацию под контролем. Что касается бытовой техники, которую вот уже несколько дней также буквально сметают с прилавков, то Владимир Аврелькин отметил, скупая все подряд, жители сами провоцируют ажиотаж. На уровне правительства принимаются меры, и после Нового года ситуация стабилизируется. Я бы сориентировал вообще население без паники. Мы обязаны информировать население максимально. Я поставил эту задачу. От вопросов потребительского рынка перешли к переселению граждан из аварийного жилья. По результатам первого этапа программы 1552 человека уже получили новые квартиры. К 13 муниципальным образованиям, которые уже завершили, еще 5 муниципальных образований – это вот и Бресинский, Маргаушский, Порецкий, Ядинский район, города Шумерли, где практически уже строительство домов завершено, и идет регистрация жилых помещений, то есть 25 декабря все наши жители должны будут уже переселиться. О подготовке к проведению пылевых работ в 2015 году рассказал министр сельского хозяйства Сергей Павлов. Из-за хорошего рыночного спроса на зерно имеет смысл увеличить посевные площади. Из 560 тысяч гектаров как минимум половина должна быть отдана под зерновые и зернобобовые. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. На видеоконференции вновь затронули вопрос об устранении административных барьеров на пути к прилавку местной сельхозпродукции. Неделю назад фермеры, торгующие на Ишакском рынке, пожаловались в голове Чувашия. Чтобы продать, к примеру, одну курицу из собственного хозяйства, нужно собрать несколько справок, а выдаются необходимые документы зачастую в разных местах и населенных пунктах. За неделю вопрос удалось решить в пользу селян. Это один из старейших в Чувашии рынок выходного дня. Здесь торгуют не только индивидуальные предприниматели, но и деревенские жители. При этом неважно, сколько продукции вы выложили на прилавок. Пусть это будет единственная курица или гусь, необходимо сопроводить их ветеринарными документами. Они, в первую очередь, должны получить из территории своих сельских поселений справку сельсовета. Потом должны обратиться в территориальное отделение участка или пункта, или лечебницы за справкой формы номер 2 или формы номер 4. Зачастую организации, выдающие эти справки, находятся в разных деревнях. И чтобы собрать все документы, приходилось побегать. Все проще стало с этих выходных. На Ишакском рынке открыли лабораторию. Теперь клемить мясо можно прямо здесь. Лаборатория нужна была. Люди нуждались. Очень ждали, что здесь откроют лабораторию. Вот сегодня народ доволен, что здесь открыли. В дальнейшем будем здесь клемить. При этом фермерам по-прежнему необходимо иметь справку из сельсовета и документ о прививках. Все это связано с соблюдением требований технических регламентов о безопасности мяса и мясной продукции. Марина Рябцева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня День энергетика. Люди, которые стремятся обеспечить бесперебойное электроснабжение домов, заводов и стальных объектов, отмечают свой профессиональный праздник. В этом году энергетикам пришлось работать в очень непростых условиях. Заморозка тарифов, секвестирование инвестиционных программ, снижение платежеспособности. Все это негативно сказывалось на развитии отрасли. Но трудности удалось преодолеть. Удалось реализовать все намеченные планы. В Республике отремонтировано более тысячи километров сетей. Заменено оборудование на 25 подстанциях. Вот за последние, можно сказать, 25 лет вообще энергетический комплекс сделал революцию, можно сказать, в кавычках. И практически и автоматика другая, и защита другая. И с точки зрения безопасности для работников этой отрасли совсем другой уровень работы. Сейчас современный объект возводят и в микрорайоне Богданка. В ближайшие годы многоквартирные дома и социальные объекты электричеством там будут снабжать автоматизированный комплекс. Презентовали гостям инновационную систему мониторинга аварий. Сообщения о неполадках в сети моментально высвечиваются на экране. Диспетчеры отчетливо увидят, насколько серьезно пострадало оборудование и куда именно необходимо приехать ремонтной бригаде. Вот то, что мы с вами видели в центре управления сетями, в этот дистанционный доступ. Мы можем отсматривать то, что у них там находится. Вот это дистанционно можно свалить, без разницы, где можно такое поставить. В Цивильске, в Канашей, в Канашей, где угодно. Дистанционно можно смотреть, не обязательно там находиться. Конечно же, не могли на собрании не вспомнить и о слаженной работе энергетиков во время устранения последствий ледяного дождя. Специалистам удалось восстановить электроснабжение населенных пунктов за неделю. Природная стихия испытала службу на прочность. Но на помощь уважским коллегам приезжали и специалисты из других регионов. Лучшим работникам сегодня вручали награды. Алексей Андреев, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. В День энергетика состоялась и встреча главы Чувашии с президентом группы компании АБС Электро, Ненадом Поповичем. Сербия – давний партнер России. Предприятия холдинга размещены в Москве, Санкт-Петербурге, но большая часть – в Чебоксарах. За много лет работы в России глава холдинга обзавелся не только отчеством и стал Ненадомниманиевичем, но и множеством друзей и партнеров. Именно это помогает бизнесу развиваться даже в сложные времена. Предприятия АБС Электро в Чебоксарах демонстрируют рост до 40%. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил в лице руководителя всех сотрудников предприятий АБС Электро с профессиональным праздником и поблагодарил за работу. А расширяя границы, национальное телевидение Чувашии теперь вещает и в поселке Вурнары. Как удалось доставить сигнал до этого населенного пункта и какие перспективы у канала в этом районе? Подробности от Дмитрия Ковалева. В Вурнарах национальное ТВ вещает уже больше года. Но если раньше канал могли посмотреть только обладатели специальных IP-приставок, то теперь он появился в каждом доме. Уверенный сигнал и качественная картинка передаются по кабелям. Ими уже охвачена большая часть поселка. Сейчас сеть расширяют и в сторону отдаленных районов, в частный сектор. Был не охвачен, но тоже очень много домов. Это улица Ленина, Чернышевска. Вот этот район уже тоже стоит на тестировании. Ну и планируем, вот здесь не охвачен частный сектор, туда еще планируем. Вот такие ближайшие планы, вот этот район охватить. Здесь поселок делит железной дорогой, то есть остается частный сектор за железной дорогой не охватен. Там тоже есть потребность, спутники там лес, спутники там не ловят, то есть периодически пропадают. Но подать сигнал до отдаленных муниципалитетов – это сложная техническая задача. На помощь пришли мобильные технологии компании «Билайн». До специальных узлов в крупных райцентрах проложено оптоволокно. Потом телевизионный сигнал передается на кабельные сети. Видеоряд своей четкости не теряет, причем в Урнарах канал вещает и в аналоговом, и в цифровом форматах. «Оптическое волокно – это наиболее максимальное качество, наиболее качественная передача сигнала. Сегодняшний зритель желает смотреть не просто программы, скажем так, на национальном, на чувасском языке, или передачи о чувасском республике, но хочет смотреть в качестве, в хорошем качестве. А это как раз позволяет оптоволокно». Собственные передачи создает и в Урнарская телевизионная студия. В эфире местного кабельного канала каждый день выходят концерты программы и выпуски новостей. «Уже сейчас немножко уровень поднялся более-менее. Мы готовы, скажем, к сотрудничеству, то есть какие-то сюжеты жизни нашего поселка предоставлять национальной телерадиокомпании «Чувашия». Телеканал уже вещает в крупных районных центрах, но сейчас прорабатываются планы и подоставки сигнала в отдаленные села. Медриковалев, Николай Яковлев, Республика. «Рост Телеком» подвел итоги бонусной программы «Большое путешествие». Компания запустила программу в Поволжье в начале года. Ее преимущество оценили свыше 1 миллиона абонентов в Приволжском федеральном округе, в том числе 67 тысяч абонентов в «Чувашии». Сюжет об этом далее. Я с вами прощаюсь. До свидания. Путешествие – это не только приятный отдых, но и возможность расширить свой кругозор, что современному человеку совершенно необходимо. С бонусами за пользование, интернетом, телефонией, интерактивным телевидением поездка в любую точку России и мира станет доступнее. Церемония награждения победителя бонусной программы «Большое путешествие» под названием «Страна победителей» состоялась в минувшие выходные. Для гостей и участников мероприятия была организована обширная развлекательная программа. На сцене исполнялись творческие номера, наполненные национальным колоритом нашей самобытной страны от Крайнего Севера до самого Кавказа. И концепция праздника выбрана не случайно, ведь именно телекоммуникация позволяет нам быть ближе друг к другу. Чтобы показать все многообразие культуры и традиций, компания «Ростелеком» организовала фотоконкурс «Страна победителей». Здесь каждый мог примерить на себя любой образ, ассоциирующийся с той или иной народностью России. Любителей аквагрима можно было опознать сразу, они дружно заказывали логотипы «Ростелекома». Кульминацией праздничного вечера стало награждение победителя бонусной программы с сертификатом номиналом в 120 тысяч рублей для оплаты туристической поездки в любую страну мира. И 50-тысячного абонента компании, подключившего услугу связи по оптической технологии. Поздравляю, Владимир Владимирович, вас и всю вашу семью с этим прекрасным подарком. Известительные сувениры, как вы молодец, вот эти вот классные пакетики с игрушками, с классными сувенирами от компании «Ростелеком». Мы пользуемся уже не первый год компанией «Ростелеком» услугами. Подключили три в одном и решили как раз зарегистрироваться в акции «Большое путешествие» в начале года. Семья у нас большая, каждый по своему интересу использовал свои бонусы. Мы еще не определили, к сожалению, куда мы поедем, но в любом случае это будет, скорее всего, Россия. Впрочем, у победителя еще есть время определиться с местом отдыха. Сертификат действует в 2015 году без ограничений. А все остальные абоненты «Ростелеком» могут поймать удачу за хвост уже в следующем году. Нашим абонентам я желаю в следующем году, поскольку программа будет обязательно продолжена и в следующем году, активно пользоваться услугами, не забывать, что баллы лояльности начисляются как за пользование услугами, так и за время жизни абонента. Удачи в наших розыгрышах, которые мы будем еще неоднократно проводить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова